С знаменитой Венерой Гаспаряной. В свое время, это лет 10 или может больше назад, промелькнула статья, что якобы эта церковь будет праздновать 100 лет. Эта дама, конечно, не знала, когда эта церковь была, когда ее построили, эту церковь. И вот мне пришлось найти документы. Я вспомнила, что было на ступеньке. Там дата, на ступеньках, которые ведут в подвал, там есть дата, когда была церковь построена. Вот я вспомнил. Значит, я в свое время, работая в Национальном архиве, вот я нашел документы, когда эта церковь была построена, когда было разрешено разрешение на постройку. Значит, церковь была, разрешение на постройку было дано 12 июня 1913 года. Ну, это разрешение? Разрешение только. Мы приступили к постройке в 1914 году, неполный год. И осветили ее в 16 году. Уже Людмила сказала, что здесь было захоронение Бориса Багдасарова. Но еще надо дополнить, что помимо всего, кроме Бориса, была еще Антонина Карповна. И его супруга была тоже. Порожденная Болиоз. Болиоз, да. Через год. Она в 1914 году умерла в Киеве. Ее привезли сюда. И здесь же ее захоронили. Здесь же захоронили. Под лестницей была в сфере мраморная доска, которая указывалась, когда эта церковь была построена. Мадам Гаспарян, конечно, это не видела. Потому что она говорила, что уже мраморной доски уже не было. Ее, видно, скорее всего, сняли. Вы видели, что она с той стороны поставила табличка, что Борис Багдасаров церковь возвели на наследники в честь своих родителей. Чего-чего? В честь родителей своих наследников возвели. Значит, есть у меня архивная запись. Кто такой Борис Багдасаров? Давайте я вам прочитаю, что здесь пишется. Значит так, я возьму сейчас очки, потому что я без этого ничего не вижу. Это газета «Бессарабская жизнь» от 28 февраля 1912 года. В ночь на 27 февраля 1912 года в Кишиневе скончался видный общественный гейдер Борис Федорович Багдасаров. Покойный родился в 1837 году. Вот стоял тогда вопрос, когда Гаспарян подошла ко мне. Когда он родился, вот я нашелся, он родился в 1837 году в Аргееве. Воспитывался в 1-й Кишиневской гимназии, отхода выступил, то есть ушел, оставил 5-й класс за смертью своего отца, которого он должен был заменить хозяйство. Несмотря на это, Борис Федорович не расставался с книжкой и усердно занимался самообразованием. Впоследствии он был назначен учительным при Аргеевском городском училище. В этой должности он пребыл довольно долго и затем выступил оттуда, отдавший весь общественной деятельности. И много лет состоял в властью Аргеевского землира. В 1902 году он переехал в Кишинев. Переехал, потому что он был очень состоятельный землеводелец. Он платил на огромное количество, я не считаю, дальше. Переехал в Кишинев, где через некоторое время был избран в властью городской дуан. Борис Федорович принимал очень деятельное и живое участие во всех армянских делах, касавшихся Аргеевского уезда. В 1904 году назначен был пописителем Аргеевской Армяно-Григорианской церкви на устройство, которое пожертвовал 15 тысяч рублей. По тем временам это были деньги сами. Весьма крупную лепту покойный внес на устройство Белецкой Армяно-Григорианской церкви. Был также одним из деятельных участников Кишиневского армянского попечительства. И в 1911 году им пожертвовано было 6 тысяч на постройку здания главной лечебницы Бессарабского попечительства слепых. То есть та больница, которая находится, где больница скорой помощи, вот это одноэтажное здание. Вот поэтому не путать ту, которая Артамонова, и не путать ее сейчас Бессарабская митрополия. Вот это вот больница была. Какой год? В 1911 году. Потому что та была построена в 1909 году, двухэтажка. Ярый сторонник образования покойный учредил много весьма крупных стипендий в средних и высших учебных заведениях, не делая при этом различий междунациональностями. Таким он был в жизни. Принадлежа по своим политическим и мировоззрениям прогрессивкам, Борис Федорович был очень чутко прислушиваться к нужным однородцам, то есть имея в виду армянам. И в этом направлении всегда действовал по мере сил и возможностей, на всяком поприще общественной деятельности. За последние годы, однако, Борис Федорович состоял вдали от общественных течений. О смерти его пожалеет всякий, кто приходил с ним в соприкосновения. Значит, о Багдасарове можно говорить, чем он водил здесь в Кишиневе. Значит, одно из зданий, которое вы все должны знать, по Сергею Лозу напротив стадиона «Динамо» вы видели дом. Распечатка, распечатка, только села стенка вот этого вот здания. Это Сергея Лозу, 14. Потом мне еще известно, еще одно здание по улице Киевской, 103 номер дома. Вот это я не нашел, я не нашел ее. Это, которое с посолными знаками? Вы все знаете, там только стенка осталась. Нет, там не с... Киевская, где поликлиника, через дорогу от поликлиники. Да, я имею в виду, там не только стенка, там здание осталось. Там все здание осталось. Ольга Андреевна, там сзади снесли. Нет, там только стенка, все снесли. Все снесли, да. А с фасада смотрится нормально. Я ее фотографировал, это здание, когда еще бы она была целая. Сейчас осталось только обдорожение. Это на углу. Нет, это на углу, вот мы проезжали мимо. Там только стена осталась, девочки, за ней построили. Синия осталась, такая голубенькая. Да, конечно, на углу. Вы прошли, пожалуйста. Я не знаю, что она была. Я не знаю, что она была. И потом еще... Где Марк Рафаэлыч? В этом здании? Нет. И последнее, что я хотел сказать по поводу этой церкви. Церковь строилась, долго не могли найти название. Во имя какого святого это была церковь? Воскресение Христово, так она называлась эта церковь. Вот эта? Да, вот это вот. А, и пишет на вармянском. Это уже сейчас Венера, наверное, так пишет. Венера по-другому его пишет. Да, апостольская она называется. Ну вот, что я хотел сказать по поводу этого вот. Но апостольские это принадлежность. Ну, они дали как название. Тут у меня еще есть ряд вот этих вот метрических записей. Когда умер Борис Федорович Багдасаров, когда умерла его супруга Антонина, вот она в Киеве была, ровно через год. Это выписки всех метрических книг были сделаны. Он умер на 75-м году жизни. И когда его хоронили, здесь собралось высшее сословие этого армянской церкви. Его отпевали. Ну вот о нем все, двух словах, вот что хотели бы сказать. Все иерархи приехали. Да, основное право церкви уже говорила до этого Людмила. Так.